Мы выезжаем из Новосибирска в гибридный аэропорт Толмачёва И вот, вылетев из Новосибирска совершив перелёт через Москву Мы с Юлей прибыли в Париж Где отправляемся на поиски Елисейских полей А за нами наблюдают медные всадники Этого медного всадника Зовут Эдуард Седьмой Как и Юлиного Папу Театр Эдуарда Седьмого От площади Эдуарда Седьмого Выходим на бульвар Капуцинов На бульваре Капуцинов Уже вовсю зеленеют каштаны Мы находимся в церкви Марии Магдалины Уже вовсю зеленеют каштаны Капуцинов Уже вовсю зеленеют каштаны Уже вовсю зеленеют каштаны Мы выходим из собора Святой Марии Магдалины И отправляемся в сторону стены И площади Согласия Где виднеется арка Точнее, целла Вывезенная Наполеоном из Египта По дороге мы отвлекаемся И сворачиваем На улицу На улицу зонтиков Над нами Одни только зонтики Возвавшись на улицу Перед собором Марии Магдалины Мы выходим на площадь Согласия Выйдя на площадь Согласия На которой возвышается Стелла, вырезанная Наполеоном Из Карнакского храма За деревьями Елисейских полей Мы видим Эйфелеву башню Мы подошли Под египетскую стеллу И направляемся К Елисейским полям Которая прямо перед нами А вдали с перспективе Видна триумфальная арка На беретейскими полями Эйфелеву башня А на заднем плане Дворец Бурбонов Проходим Мимо фонтана И движемся К мосту Через стену В дворцу Бурбонов До сены Мы завернули В сакцию Ильри И движемся В направлении Лувра Гуляем По саду Тюильри В тени Платанов И Каштанов На заднем плане Остается площадь Согласия По саду Тюильри Подходим к Лувру В пруду Плавают уточки А народ гуляет Под каштанами Наконец По саду Тюильри Вышли к Лувру Президенции Французских королей Тут же На газонах Королевского дворца Спасутся королевские козлы Мирно щиплю травку Мирно щипется Туркуются А здесь Тисей убивает Минохавро Видимо, козлы как раз и символизируют здесь того самого Минотавра Которого должен убивать седей С многочисленными статуями прекрасно уживаются черные королевские вороны А на фоне Лувра появляется местная триумфальная арка На входе в Лувр идет бойкая торговля с эйфидерными башнями Оригинал при этом виден на другом берегу Сены А дети радостно гоняют королевских ворон Возле устроенного из подстриженных кустов лабиринта Мы с Юлей заходим в кустовой лабиринт За порядком следит конная жандармерия А среди кустов лабиринта скрываются прекрасные статуи Подходим к триумфальной арке Мы вышли на площадь Перед самим Лувром С пирамидой В центре площади Мы ушли с большой площади Лувра И попадаем в маленький внутренний дворик Луврского дворца Наконец мы покидаем Луврский дворец И выходим на площадь на берегу Сены Сена справа За вот этими деревьями Проходим под колокольней С золотыми часами И подходим К церкви К собору Святого Германа Церковь Германа Украшена древними горгульями По узкой улочке Мы наконец вышли На набережную Сены И видим На заднем плане Эйфелеву башню На переднем плане Мост Нев И дальше Открывается остров С собором Парижской Богоматери На этот остров Мы сейчас По мосту и отправимся А здесь Как в песне поется Каштаны Негры продают На площади Конкорд По острову Проходим Мимо Дворца Правосудия И идем дальше По набережной Сены Любуемся Катающимися По набережной Велосипедистами Бегающими бегунами И плавающими У берега Лебедями А над всем этим Мосты Сены Неожиданно Видим Судно Похожее На обычное Рыбацкое А за поворотом Реки Открываются Новые Удивительные Пейзажи Парижа А прямо Над нами Башни Дворца Правосудия За углом Дворца Правосудия Оказываются Старинные Золотые Часы А мы Направляемся В сторону Ноттердам В какой-то Старой Церкви А вот и Парадный Вход В Дворец Правосудия И Древняя Церковь Вот и Собор Церковь Тринадцатого Века Построенная Примерно В то же Самое Время Что и Ноттердам Депари К сожалению Очередь Желающих Посмотреть на Творение Древних Зодчих Изнутри Настолько Длина Что у нас Пропадает Желание В эту очередь Встраиваться Продолжая Прогулку По набережной Острова Мы подходим Собору Ноттердам Над которым Строительная Техника Нависает Подойти Поближе Собору Не удается Ведутся Аварийные Работы И Все Оцеплено Полицией Народ Народ Наблюдает Со стороны Продолжаем Пробираться По острову Вокруг Собора Наттердам А тут На каждом углу Маленькие Бестро Наблюдаем Как на Соборе Наттердам До Пари Ведутся Строительные Работы Побив Чаю Возле Кафе Эсмеральда Мы Прощаемся С Забором Боистской Богоматери Который Оцеплен Полицией И Отправляемся На Поиски Крепости Бастилия По Мосту Святого Павла Наш Путь К Бастилии Лежит По Набережной А на Том Берегу Сены По Прежнему Еще Виднеется Реконструированный Собор Ноттердам И Вот Мы Вышли На Площадь Бастилии На Заднем Плане Видимо Видняются Остатки Самой Бастилии Как Рассказал Нам Официант Вот Этого Кафе Что Самая Настоящая Крепость Бастилия Была На Месте Вот Этого Дома Сама Крепость Была Разрушена А на Ее Месте Был Построен Жилой Дом И Сохранилась Только Мемориальная Доска Говорящая О том Что Здесь Находилась Крепость Бастилия И Площадь Сохранила Своё Название Площадь Бастилии А на ней Возвышается Так называемая Июньская Колонна Через Арку Мы Попадаем В парк Внутри Каре Старых Особняков Выполненных В одном и том же Архитектурном стиле А в глубине Парка Возвышается Конная Статуя Луи 13 Или Людовику 13 По дороге В музей Пикассо Обнаруживаем Очень Живописный Садик С Книгообменным Шкафом По дороге Домой Странствуя По парижским Улочкам Мы Вышли На Центр Джорджа Помпиду Вместо Газона Люди Сидят Прямо На булыжной Мостовой И Любуются Чудом Современной Урбанистической Архитектуры Вечереет А мы Движемся По парижским Улицам Мимо Очередного Католического Храма Церковь Находится Возле Очередного Парка Где мы Присели Отдохнуть А перед Церковью Находится Скульптурная Композиция Которая Называется Ухо Парижа Продвигаемся Время Продвигаемся 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 Эта ... Мож revenge Это Время Anth Potato Редактурно Редакторsels Двигаясь дальше узенькими улочками, приближаемся к Пале-Роялю. Идем, можно сказать, по следам трех мушкетеров. Вот он, старый королевский дворец, где сейчас расположен Банк Франции. А в конце улицы виднеется памятник очередному французскому королю. Лур, точнее Пале-Рояль, выходит на площадь Виктории. И, наконец, заканчивается наше сегодняшнее путешествие возле сияющей вечернем солнце Парижской оперы. Солнце садится, а мы идем к зданию Парижской оперы. Национальная академия музыки отвечает за здание Парижской оперы. Спасибо. И мы снова выходим на бульвар Капуцынов. В конец прибывает наш поезд метро. Грузимся на второй этаж. И отправляемся до станции Сержин.